Между тем, Саратовская область в числе отстающих по переселению из аварийного жилья. Такая информация прозвучала на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, которое было посвящено выполнению регионами федеральной программы. Министр строительства ЖКХ Михаил Мень заявил, что в ряде областей выделяется недостаточно средств на осуществление этого проекта. Саратовская область оказалась в их числе. Было дано указание, необходимо найти источники финансирования для работы программы на местах. А отговорки, что реализация программы по переселению в нашем регионе срывается из-за больших объемов веткого жилья, должны быть забыты. Объявлен сбор подписей в защиту культурно-выставочного центра «Радуга». Напомню, помещение, в котором расположен центр, отданное в бессрочное пользование. За 8 лет сотрудники «Радуги» отремонтировали часть площадей, не привлекая бюджетные деньги. А теперь домом в центре города заинтересовался собственник области и планирует разместить здесь коллектив редакции правительственной газеты. На сайте demokrator.ru появилось воззвание, в котором сотрудники центра уверяют, что чиновники выгоняют их на улицу. Жители региона просят проявить гражданскую позицию и помочь отстоять здание, являющееся очагом культуры. Саратовцы уже начали оставлять комментарии в защиту «Радуги». Культурно-выставочный центр работает с детьми и школьниками. Всегда можно прийти и посмотреть картины, фотографии. Выставочные залы радуют своим оформлением и сделано все с душой. Надеемся, что «Радугу» не тронут. Такие организации надо не ущемлять, а поощрять и всячески поддерживать. Надо гордиться, что такая жемчужина есть в Саратове. Невозможно переоценить значение «Радуги» в Саратове. А если учесть, что оно практически существует за свой счет, без какой-либо материальной поддержки государства, то нужно просто поклониться им в ноги. И до самой земли, не меньше. К счастью, уже прошли времена властного произвола. Общественность просыпается. И уже вся Россия, Общественная палата и президент понимают исключительную важность организаций подобного типа. Их эксклюзивность и огромную нужность для нашего общества. Удачи вам, ребята, в вашем благородном труде на Ниве культуры, в вашей работе для наших детей и нашего общества. Руководители центра «Радуга» не хотят отдавать чиновникам даже ту часть помещения, где еще не сделан ремонт. Там планируют создать китайский, японский, готический, восточные залы. Единственное, чем центр готов пожертвовать, это примерно 50 квадратных метров на первом этаже. Но эти площади в запущенном состоянии, потребуется серьезный капитальный ремонт. Чиновникам этого мало. Они хотели бы получить не 50, а 400 квадратных метров, чтобы поселить там редакцию правительственной газеты. Мы пытались получить комментарии у инициатора этого инцидента, вице-губернатора области Дениса Фадеева. Но он отказался, сославшись на занятость. Как мне стало известно, это все исходит из аппарата губернатора Саратовской области, непосредственно от вице-губернатора нашей Саратовской области, от Фадеева. Как можно будущее Саратовской области наших детей оставить без культуры? Тогда, когда говорится о оптимизации чиновников, когда говорится о том, чтобы политика Владимира Владимировича Путина говорит о том, что активно работающих общественные организации надо поддерживать.